здравствуйте мои дорогие рукодельницы и вязавщицы меня зовут елена ермина я рада вас видеть у себя на канале спасибо что смотрите все мои видео каждый день от начала и до конца пишите комментарии ставите лайки я вчера вам обещала показать новый проект который мне понравился сегодня покажу его вам и также покажу пряжу из которой я хотела бы его связать и также вы мне посоветуете пряжу какая вам больше нравится кофточка блуза связано крючком сейчас я вам покажу много фотографий вот этой работы все фотографии нашла на просторах интернета чтобы вам было лучше рассмотреть данную модель как говорится со всех сторон некоторые фото не очень удачные но вы все-таки присмотритесь надеюсь она вам тоже понравится я конечно выбираю модель не только по фотографии но и также смотрю схемы схема узоров здесь три вида узоров блуза на фото связано регланом снизу вверх я хочу вязать регланом сверху вниз также будем вывязывать росток вязать будем на любой размер то есть размер в данном случае нам у нас не имеет значения мы вяжем с вами абсолютно на любой размер и любой возраст особенно блуза смотрится в ярком алом цвете вот этот цвет он мне очень понравился хотя я не люблю красный цвет но подачи конечно блузы в красном цвете эффектно и также перед тем как вы будете смотреть фотографии хочу обратить ваше внимание посмотрите как связаны рукава рукава связаны двумя видами узоров я немножко хочу изменить и чтобы сделать отличие спины от переда одну сторону допустим на детали переда я свяжу одним узором рукава нас детали спины другим узором на фото связано допустим левый рукав одним узором правый рукав другим узором это допустим на впереди и на спинке точно так же сейчас я вас приглашаю про к просмотру рассмотрите пожалуйста эту блузу внимательно и далее мы будем с вами выбирать пряжу и мне хотелось бы узнать ваше мнение а Продолжение следует... В комментариях под этим видео напишите, пожалуйста, понравилась вам блуза или нет. Также поставьте класс, пальчик вверх. Если у вас есть желание вязать вместе со мной данную модель, напишите, буду вязать. Я буду вязать на размер где-то 48-52, свободное будет прилегание. Вход пряжи 300-350 граммов пряжи. Это все зависит от того, какой у вас метраж, толщина нити, на какой размер вы вяжете и длина самого изделия. Длина рукава, длина куфты. У себя в наличии я посмотрела пряжу. Пока это то, что у меня есть. Здесь пряжа 100% хлопок. Мерсеризованный. Другой пряжи, к сожалению, у меня нет. Наличие... Что-то как-то меня не радует. Скоро опять не из чего будет вязать. Расскажу о пряже. Вот эта пряжа, моя любимая. Вязали из нее, связали многие из вас уже кофту. Жасмин. Пряжа Filo Discozia номер 5. 100% хлопок. Метраж 50 грамм, 226 метров. Цвет 49. Изумруд. Эта пряжа хорошо смотрится в ажурных узорах. Она подходит абсолютно для любых узоров. Пряжа хорошего качества. Немножко есть у нее шелковистый блеск. Вязать из нее одно удовольствие. У меня 7 мотков. 350 граммов. Должно хватить. Вязать я буду сверху вниз. И могу под пряжу уже изменить длину блузы, длину рукава. Вязание сверху вниз это очень удобный способ, когда небольшое количество пряжи. Вот у меня здесь пряжа из разной партии. Я покупала ее в разных магазинах. Хотя номер цвета такой же. Хочу вам показать. Видите номер цвета? 49-49. Отличаются этикетки. Это итальянская коллекция. Куднор. Но мне кажется, вот смотрю на камеру, что оттенок окрашивания отличается. Здесь ближе к синему, здесь ближе к изумруду. Зеленый цвет. Если будете заказывать, то всегда заказывайте лучше побольше, чем тогда, когда не хватит. И видите, пряжа, она может отличаться. То есть каждая партия у нее уже окрашивание. Видите, ее совсем другое. Может быть, вот этот моток я задействую на обвязку. Потому что видно невооруженным взглядом, что есть отличие по цвету. Следующая пряжа, которая меня порадовала. Я вязала из нее вместе с вами кофту-сирень. Уже довязала. Осталось для вас снять обзор. Отпарить и сфотографировать свою работу. В двух цветах она у меня. Это оттенок серого. Цвет жемчуг, скорее всего. И вот такой вот цвет. Зеленый. Красивый. Камера цвета передает правильно. Цвет пряжи 89. А вот этот цвет 132. 100% мерсеризованных хлопок. В 50 граммах 283 метра. Пряжа София. Итальянская коллекция. От Кутнор. Чем мне понравилась вот эта пряжа? То, что после стирки, а я все вещи стираю в машине, у меня готовые вязаные изделия. Не потеряла первоначальной формы. Не изменилась в размере. То есть она мне не вытянулась и не подсела. Предварительно я пряжу не стирала. В этой пряжи я уверена. И можно вязать смело. Не бояться, что пряжа даст усадку, либо растянется. Единственное но, что здесь нить в виде шнурка. И вот такое сплетение нити, оно не подходит ни для всех узоров. Конечно, можно вязать любые узоры, но они будут не так эффектно смотреться. Допустим, как связанные из пряжи обычной скрутки. Здесь, хотя пряжа филодискозия, у нее тугая скрутка. Она не такая. Как сказать, в общем, переплетение нитей очень плотная. Но в узорах смотрится красиво. Вот три цвета у меня есть пряжи по наличию. Каждый цвет где-то 350 граммов. Подскажите, пожалуйста, какой цвет вам больше всего понравился? Зеленый, как зеленка. Давайте вот зеленка, жемчуг серый, либо изумруд филодискозия. Вот если бы вы вязали данную модель блузы, какой цвет пряжи вы бы выбрали? Вам какой цвет понравился? Хотелось бы узнать ваше мнение. Я пока что-то склоняюсь связать из филодискозия, так как мне нравится эта пряжа, нравится из нее вязать, и красивые вещи получаются. Также для вязания данной модели подойдет прекрасно пряжа София. Я вам сделаю обзор пряжи, из которой буду вязать. Теперь хочу от вас активного участия. Напишите, пожалуйста, будете вы вязать или нет вместе со мной. Я буду снимать по петельный мастер-класс. И какую пряжу для вязания мне выбрать? Какая пряжа вам больше всего понравилась? Первая, вторая, либо третья. Пишите. Вчера я вам показывала новый процесс, на который я буду снимать по петельный мастер-класс. Сейчас, буквально сегодня, чуть-чуть повязала. Вчера. Смотрите, что у меня получается. Будем вязать вместе с вами тунику. Узор вяжется крючком. Очень быстро, просто. Зигзаг. Даже вам не потребуется схема, для того, чтобы связать данную модель туники. Также, в мастер-классе я вам покажу, как выровнять вот такой вот зубчатый край по высоте. Я уже сделала выравнивание. Видите, здесь у меня выровнено полотно. И дальше я присоединила рабочую нить. Вязала вот такую вот резинку спицами. Захотелось мне почему-то повязать спицами и крючком. Вот эту модель. Вы можете не вязать вот эту часть спицами, а просто оставить. Либо выровнять край, сделать его ровным, прямым. Либо оставить вот такой вот зубчатый край. Вяжется туника, как говорится, на одном дыхании. Один ряд аэропорта. Вот эту идею я вам показывала. Там связана летняя кофточка. А я буду вязать удлиненную модель туники. Пока у меня не закончится пряжа. Сегодня придумала название для нового проекта. Назову его Туника Тунис. Почему я выбрала такое название? Потому что каждый раз, когда я буду ее носить, буду вспоминать о прекрасном отдыхе, которым у нас был всей семьей. Нам очень понравилось отдыхать в Тунисе. Не из-за того, что там какая-то страна такая интересная, богатая архитектурой, либо достопримечательностями. Нет. Понравилось именно море. Чистое. бирюзовое с белыми пляжами. Вот здесь как раз есть цвета, напоминающие чистоту воды. Правда, море в Тунисе бирюзовое, но здесь голубой цвет, но все равно признак, что вода чистая, прозрачная, белый пляж, золотистый песок. Посмотрела на пряжу, и пришло мне такое название Тунис. Вспоминания о стране замечательной, с красивым морем и о прекрасном отдыхе. Мастер-класс уже выйдет на этой неделе. Значит, я буду вязать отдельными полотнами, потом буду сшивать боковые срезы и плечевые. Почему я буду вязать отдельными полотнами? Потому что здесь я планирую оставить прорези. здесь у меня будут разрезы, потом вот этот край я ввяжу, чтобы был ровный. Все парится, будет красиво смотреться. Значит, будет небольшой рукав. По низу рукава я, наверное, свяжу тоже вот такую резинку. Буду вязать до тех пор, пока у меня не закончится пряжа. А что у меня получится? Вы будете наблюдать в моих мастер-классах. Вчера мне уже одна моя зрительница написала, где посмотреть работу, на которую я снимаю мастер-класс. Девочки, я же не все работы копирую. Копирую только для того, чтобы вам было наглядно посмотреть, что мы вяжем. А бывает, мы вяжем работы, которые я сама придумываю и воплощаю в свои идеи при помощи пряжи красивой. и в процессе вязания моя идея она уже ее потом можно будет лицезреть после того, как, конечно же, я ее довязываю. Мастер-класс будет состоять из нескольких частей. Он будет попетельный, бесплатный, подробный для начинающих. Значит, на этой неделе сниму вам второй способ, как выполнить расчеты и приступить к вязанию. Первый способ я вам уже показывала, ссылку потом оставлю. И второй способ, он, по которому делала расчеты, я тоже вам уже на этой неделе сниму. Название туники Тунис. Если будете искать мастер-классы, прямо на ютубе в поисковике пишите Туника Тунис либо Елена Ермина вязание и вы быстренько, без труда найдете мой канал. Следующие части мастер-класса, то есть мы начинаем вязать, потом я сниму отдельное видео, как выпрямить край, сделать его прямым, ровным. Следующей части сниму, как связать резинку. Данная резинка, она может применяться для вязания не только вот этой туники, но вы можете также ее использовать для вязания других вещей. Я ее взяла из японской книги 260 японских узоров, уже вторую резинку вяжу из этой книги и буду для вас также снимать мастер-классы. Будем с вами разбирать принцип вязания узоров. Здесь туника настолько просто вяжется, что мне кажется свяжет данная модель даже начинающая вязальщица. Вот присмотритесь к этой модели. Вязать можно не только из пряжи секционного окрашивания, вязать абсолютно из любой пряжи по составу метражу. Узор он универсальный и для данного узора подойдет любая пряжа. Вот какая у вас есть и вы не знаете что из нее связать, вот ее и пустите в дело. Сегодня я показала вам два проекта, которые я буду вязать. Вот на этот я уже снимаю мастер-класс и вяжу с огромным удовольствием. Наслаждаюсь от процесса, так как знаете вяжется настолько просто. Вот включаю свой любимый фильм, сериал и буквально за вечер я связала резинку вот эту часть основного узора. Ее можно связать, вот знаете, вот если кто быстро вяжет и кто не обременен делами особыми, находитесь в отпуске за два-три дня и у вас тоника готова. И также присмотритесь пожалуйста каллы блузки, кофточки если она вам понравилась. помогите мне выбрать цвет пряжи как вы думаете из какой пряжи будет эффектно смотреться блуза и напишите мне в комментариях буду вязать будет много желающих конечно же я буду снимать по петельным мастер-класс будем вязать регланом сверху с вывязыванием ростка на любой размер то есть мы вяжем абсолютно на все размеры и для худых и стройных и для женщин девушек с шикарными формами шикарных размеров а я с вами не прощаюсь спасибо огромное от всей души благодарю что досмотрели это видео до конца и конечно же встречаемся с вами завтра на моем канале заходите в гости обычно видео я выкладываю в вечернее время всем пока пока до завтра до Продолжение следует...